Торнадо Энерджи! Оставляйте комментарии, пишите в конце комментарии свой танковый ник, ну и не забывайте прожимать лайкос, можете дизлайк поставить, я как бы не особо обижаюсь и это тоже как бы котируется для того, чтобы разыгрывать голду. Так что с этим закончили, победители увидели, понеслась. Итак, ребят, тут пару дней назад обновился магазин внутри клиента танков и там появились некоторые предложения премтехники за игровое золото, ну некоторые из них и так были. Вот, но как бы это сказать-то, появились пакеты, в общем я сейчас вам расскажу, может быть кому-то будет интересно, начнем с мелочей, грубо говоря. Смотрите, недавно внутри самой игры во вкладке магазин обновился ассортимент премиум техники, пятая сверху вкладка называется техника и здесь появилось 4 новых пакета. Так вот, ребят, ну здесь не то, чтобы какие-то супер имбовые машины, как вы понимаете, да, но тем не менее в них кое-что есть. Например, возьмем китайский легкий танк М41Д. Я не считаю эту машину нагибучей, для меня она ниже среднего, по интересу его еще называть китайским бульдогом, но обычно она стоит 5800 золота. Сейчас она тоже, как бы это странно ни звучало, 5800 золота. Но, вместе с этим танком вы получите слот, 100% экипаж, 15 боевых задач на Х5 опыта за бой, 15 резервов 200% к опыту экипажа на час, 15 резервов плюс 300 к свободному опыту на 1 час, 15 резервов плюс 100% к опыту за 1 бой на 1 час. Итого, ребят, получается, что танк продается, про сути, со скидкой, ну, около 40%, то есть, вот эти вот 40% стоят вот эти себе бусты и так далее. То же самое можно рассмотреть и машины более дешевые, например, за 3300 можно взять Т-34-75М. Получите все то же самое, только, ну, вместе с боевыми задачами, 15 штук, только резервов будет не по 15, а по 5 штук. К ФВ-4202 вы получите все то же самое, по 15 резервов, по 15 боевых задач, и к шведской СТРВ-С1, кстати, неплохая ПТ-шка, вот, можно обратить внимание, но она самая дорогая, 9800 золота стоит. Но к ней вы уже получаете, ребят, 30 резервов и 15 боевых задач на Х5 опыта, то есть, итого, 3 раза по 30 резервов, 90 резервов на опыт, свободный опыт и опыт экипажа. Вполне неплохо, но скидка тоже примерно в районе 40% получается. Я, ну, считайте так, ФВ-4202 можно бесплатно за, как их назвать, за реферальную программу получить. Стерва, хорошая машина. Т-34-75М вообще на шестом уровне имбища, но на шестом уровне, да. Ну, то есть, такие все машинки. Посмотрите, если есть свободная Галдишка, да, и не знаете, куда ее деть, можно вот присмотреться как раз-таки вот к этим предложениям. Следующая новость, ребят, прилетела с супертеста. Как вы знаете, у нас к Новому году ожидается ветка итальянских тяжелых танков, и вот разработчики ее сейчас в данный момент тестируют. Мало того, что топового крокодила, нет, крокодила, говорю, носорога они понерфили, у него теперь перезарядка между выстрелами стала гораздо дольше, и КДшка увеличилась. Так, теперь нам показали и танк девятого уровня, это про гетто или про джетто, С-50, мод 66. Как вы видите, у него снаряд на три, ну, точнее, магазин на три снаряда. Перезарядка 17, 15, 11 секунд. Альфа 400, и, к сожалению, перезарядка между выстрелами тоже целых 4 секунды. Это очень долго. Пробитие 242 на обычных ББшках и 303 на голдовых снарядах. Снова хочется отметить то, что танк совсем еще не готов. Как вы видите, у него пока что даже нет финальной модельки, то есть это чисто голая машина. Поэтому будем ждать, смотреть, что она из себя будет в итоге представлять. Броню, к сожалению, никак протестировать сейчас вообще не получится. Предварительно можно сказать, что с перезарядкой между выстрелами в 4 секунды мы уже такой танк видели с долгой КДшкой. Он на девятом уровне, это Шарфутур. Да, я же правильно говорю, да, Шарфутур. Акционная машина, тоже очень долгая перезарядка между выстрелами. И, на мой взгляд, играть на ней, ну, лично мне не очень комфортно. Но, опять же, это тяжелый танк, от него каких-то динамических действий никто не ждет. Да и, скорее всего, такая долгая перезарядка, это даже будет ему во благо. Конечно, хорошо барабанчик быстренько разрядить, это все всегда любят. Но, по сути, с такой долгой перезарядкой между выстрелами, концепция ведения огня этих танков сведется к тому, что вы вышли, как обычный тяж, из-за угла или из-за рельефа, дали выстрел, и вам нет смысла стоять как барабанщику. Там, ожидать по себе удар арты, ответный выстрел противника и так далее. Вы выстрелили, и вам выгоднее откатиться и дозарядить следующий снаряд и не подставляться. А уж если враг на вас попрет, тут-то вы ему свой барабан и представите. На три или четыре снаряда, в зависимости от того, на каком уровне вы будете. В принципе, пока что концепция все еще выглядит играбельной, но уже не такой веселой, как у итальянских средних танков. Кстати, можете вот по поводу этой долгой перезарядки между выстрелами отписаться. Отлично, для меня фишка барабана теряется полностью. Тут, правда, система дозарядки, но тем не менее. Меня это печалит, но я пытаюсь какой-то позитив из этого вытащить. Ладно, пошли дальше по новостям. Тут уже новостями нас снабжает Карина в ее передаче и вышли как бы акции второй половины октября. Итак, в ближайшее время нас ожидает белградская операция, в которой мы можем получать в полтора раза больше опыта экипажа. Малый ремкомплект, аж целых 45 штук будут, скорее всего, боевые задачи. И 200% опыта за бой на 2 часа целых 2 таких вот резерва сможем получить. Не очень, я бы сказал, жирные фишечки. Но, как вы знаете, когда у ВГ идет параллельно какие-то события, например, там вот как сейчас Стальной Охотник, дальше у нас начинаются ранговые бои очередной сезон. Ну, не сезон, но сезон-то продолжается, уже вторая часть сезона. Вот, там же параллельно будет еще и Хэллоуинские всякие мероприятия. Ну, вы знаете, особый режим для Хэллоуина против ботов. Что-то я вам рассказывал. Ладно, вот через недельку уже что-то интересненькое, ребят, разработчики, собираются нам подвезти. Меня очень смущает, ребят, название акции «Лучший боец». Но, тем не менее, ребят, за первую победу в 4 раза больше опыта, в 2 раза больше опыта экипажа, малые аптечки забудем. Ишь, смотрите, штатное оборудование первого класса на выбор. Такого еще не было. Ну, как не было? Было в боевом пропуске, да? Там сейчас оборудование тоже можно выбирать самому, какое вам больше нравится. Но вот так, чтобы в акциях выходного дня были какие-то возможности выбирать, обычно вы можете получить досылатель. Ну, окей. А сейчас, видите, как сделали? Можно получить любое оборудование, которое вам нужно. Это, знаете, благодаря чему стало? Потому что все оборудование сейчас стоит дорого. Ну, все одинаково, точнее, стоит 600 тысяч серебра в основном. Не, может быть, что-то и подешевле есть, но это, скорее всего, другого класса. Я там что-то давно, если честно, на цены не обращал внимания, как они поменялись. В любом случае, вот следующие выходные, не ближайшие, есть там, которые на 16 число, а которые вот через неделю. Вот там вот, ну, я считаю, надо посмотреть и поиграть, и поуполнять боевые задачи. Все, что меня на сегодняшний день смущает, так это только название. Лучший боец. Вот к чему бы это было, я не понимаю. Неужели это не для всех будет? Да нет, скорее всего, для всех. Тогда зачем так называть, тоже непонятно. Ладно, поживем, доживем, посмотрим, увидим. Ну и, наконец, последние выходные этого месяца. Там совсем простенькая акция будет. Называется эта вся тема «Прибалтийская операция». Будет опыт от коэффициента 1.25 до в полтора раза больше. Ну и опыт экипажа. Также бусты на экипаж можно будет, выполняя боевые задачки, получить. Вроде бы пока вот и все новости, которые удалось узнать к этому часу. Ну давайте пока еще бой не закончился, я вам маленькие тут спойлеры завезу. Как вы знаете, у нас на следующей неделе, в среду, о, кстати, этот выпуск я тоже готовлю в среду, то есть ровно через неделю выходит патч 1.10.1. И готовьтесь, ребят, к тому, что, возможно, какие-то из ваших любимых модов появятся не сразу. Не наша вина. Разработчики прям опять перепилили код игры достаточно. Серьезно. В некоторых аспектах, которые затрагивают моды с, скажем так, с отображением какого-либо дополнительного интерфейса в бою, в том числе шкурки стэта и так далее и тому подобное. В общем, будем переделывать эти моменты. С озвучками вроде бы пока что, тфу-тфу-тфу, проблем быть не должно. Все старые перестанут работать. Но пересобрать их на новую версию движка пока что препятствий нет. Надеюсь, и не возникнет. Так что ждем модики, ждем патч. Наверное, на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...